Чтоб у тебя были зашибенские отношения. Пикап в области брак-сочетания, короче. Чё тебе вообще нужно от жизни-то? Мощные, крутые стратегии. Это такое. Пивка бахнул, с женой потрахалась. Мусорные цели. Модель поведения. Сам сделал, он тоже об этом говорил. Короче, пишу-пишу сценарий. Думаю, блин, чё-то слишком дофига на него времени тратится. Давайте-ка я вам попробую просто по-быстренькому чё-нибудь рассказать. Гоу! Сегодня мы поговорим о том, об отношениях. Как раз-таки об отношениях. Эта тема вообще, на самом деле, мне и в личку. Многие писали и комментировали на ютубе по поводу отношений. Многих реально волнует отношения. Особенно после того ролика, где я целую кучу говорил всего, как трансерфинг работает. И говорил про то, что там девушек у меня там тьма тьмущая, короче. Вообще просто мачо вообще. Тьфу, блин, брови теперь мокрые. На самом деле, про трансерфинг я сегодня не сильно прям много буду говорить. Он, конечно, очень тоже даёт неплохую эффективность в отношениях, но не так сказать, чтобы супер. А всё почему? Правильно. Если ты читаешь книжечки Вадима Зелана, то ты в курсе, что человек – это не предмет. И, соответственно, оказывать на него какое-то влияние практически невозможно. Это динамичная субстанция. Максимум, что можно на него оказывать относительно трансерфинга – это фрейлинг на конкретно взятого человека. Да, Зелан говорил, что там можно типа человека себе какого-то, так сказать, засёрфить, и в твоей жизни должен появиться такой человек. Ну, тоже с этим не так всё просто. Я про это и в том видео говорю, и сейчас же опять-таки говорю. И вот на самом деле я понял, что с отношениями вообще их на самом деле требуется переосмыслить. Вот я лично для себя их переосмысливал по полной. Короче говоря, общество навязывает модель поведения в отношениях. Мы все привыкли верить, что любовь там должна быть. Любовь надел конья, жить до старости лет, ну всё-всё такое. Ну, это нам как бы общество, институты, школа, семья нам всё это втолковывает. Во-первых, это как бы, я сейчас не говорю, что это плохо, или это дерьмо какое-то, или это наоборот ништяк. Вот. Я говорю про то, что такая модель поведения, она выгодна в принципе государству. Ну, то есть, если у человека какая-то там стабильность есть, это всё зашибись. Он там попахал на работе весь день, пришёл домой, пивка бахнул, с женой потрахался, и всё ништяк. Он ничего не ищет, ничего не думает особо. Вот, ну, стабильность. Короче, государству и бизнесу, им всем нужны хорошие работники, чтобы была стабильность. Вот ты придёшь там, да, на работу устраиваются, у тебя спросят, что там, как у тебя с семьёй. Потому что если ты что-то там не с семьёй, это уже знаешь, это ты такой. Можешь, короче, или нажратым прийти на работу, или не прийти вообще. Вы в курсе вообще? Можете посмотреть какую-нибудь статистику, или что-нибудь такое, что люди в отношениях, и уж тем более в браке, в подаляющем большинстве вообще несчастные? Ну, вот даже лично я на своём примере, я не знаю таких людей, которые были бы, ну, счастливы в браке. Может, они, конечно, скрывают там что-то, или умалчивают, но внешне это выглядит, ну, такое, да, себе. Для того, чтобы у тебя были зашибенские отношения, тебе в первую очередь нужно определиться с целью. И, соответственно, позиция номер ноль, это тебе нужно отбросить мусорные цели, которые захламляют твою башку. И позиция номер один, это найти свою цель настоящую. Что для этого нужно сделать? Для этого один очень эффективный метод, это мы берём по классике, ты же меня знаешь, да? Берём ручечку, бумажечку и начинаем писать. Обязательно пишем, не на компе, лучше не на компе писать. Вот именно вот так вот, олдскул, короче, чтобы аж олдскул слева у тебя. Начинаем писать про то, какие ты видишь отношения. Пиши подробно, какие ты видишь свои целевые отношения, настоящие. То есть, пытайся вот именно против всех штампов, пытайся именно себя понять, что ты хочешь. Какой твой партнёр будущий, что вы будете вместе делать, можешь даже описать внешность его. Ну, короче, попробуй, постарайся, напиши там, я не знаю, если у тебя такая тетрадка, то напиши, ну, минимум один листок испиши. Минимум один листок с одной стороны испиши. Лучше два, лучше два испиши, если ты действительно понимаешь, о чём речь, умеешь пользоваться ручкой, то ты напишешь, у тебя проблем не будет. Вот, после этого, что тебе нужно сделать? Тебе нужно проверить свой текст и найти в нём слова «надо», «должен», «должна» и в таком духе. На эту тему у меня будет отдельное видео, я ссылку оставлю где-нибудь здесь. Тебе нужно будет потом перейти по этой ссылке, посмотреть это видео, и ты поймёшь, что это за слова, как с ними общаться. Вот, и, соответственно, перепроверить свой текст. Дальше. В итоге, как я, вот лично из своего опыта вижу, отношения, ну, вот ты блокнотик вот это написала, да, отношения могут варьироваться на несколько группировок. Первое – это дружба. Второе – это секс. То есть отношения построены чисто на сексе или чисто на дружбе. Третье – это, ну, серьёзные отношения. Четвёртое – это брак. Ну, вот такая вот группировка, пускай топорная или ещё что-то пойдёт. Вы все меня, короче, поняли. Вот. Что из этого следует? То есть из своей тетрадки ты понимаешь, какие тебе, что тебе вообще нужно от жизни-то. Понимаешь, да? Вот из этих четырёх группировок ты поймёшь, под что подходит, под какую группировку подходит то, что ты пишешь в своей тетрадке. И что дальше с этого делаем? Если у тебя там подпадает под дружбу, то есть тебе тупо не хватает общения, тебе хочется пообщаться с кем-то, каким-то хобби заняться или ещё прочим-прочим, то твоя задача, если ты хочешь познакомиться с людьми для дружбы, без разницы, тут пол практически не имеет значения, то ты общаешься с людьми, можно знакомиться, подходить, гуляешь там, просто знакомишься, подходишь и просто начинаешь общаться. Как следует общаться, если у тебя цель дружба. То ты общаешься там, начиная от таких всяких тем, ну, для того, чтобы просто начать разговор, ты общаешься о погоде, там, друзья, что делаешь, и уже там начинаешь потом по хобби проходиться, если у вас общие интересы какие-то, общие там, ну, короче, притираться, так начинаешь в плане общих интересов. Ну вот. И дружба, дружба на чём? Самый крутой фундамент дружбы – это общие интересы, естественно. Если общих интересов нет, то точек сопреставления становится очень мало, и, ну, никакой дружбы практически не бывает. Вот. Это дружба, это самое простое. Может, тебе просто не нужны отношения, может, реально тебе просто не хватает, ну, дружба какой-то. Такое бывает? Хэзэ, наверное. Ну вот. Чё там следующее? Секс. Так может выяснится из того, что ты пишешь там, что тебе нужен, по сути, тебе нужно просто трахаться, и всё. Тебе нужен просто секс в данный момент времени. Ты понимаешь, да? Не какой-то там супер далёкий период. Тебе нужно рассчитывать вот прямо на здесь и сейчас. Не надо там строить супер мощные, крутые стратегии. Это такое, такое. Можно их, конечно, строить, но такое. Вот. Если тебе нужен только секс, то чё ты делаешь? Ты точно так же общаешься с партнёром. Ну, после этого, хотел сказать, короче, это. С однополыми не общаетесь, но, блин. Однополые отношения, они были со времён человечества. Да, кот, скажи мне? Так было? Не знаю, почему сейчас хаят всяких лесбиянок и геев. Они существовали всегда и везде. Ладно, не будем эту тему, она такая скользкая и такая. И, короче, соответственно, тут всё очень просто. И по трансерфинг тоже об этом говорит, сам сделан, тоже об этом говорит, что нужно делать то, что тебе хочется. То есть фрейлинг, он выглядит так, ты отдаёшь, ты стратегически продумаешь, чтобы отдать то, чтобы получить нужное себе. Соответственно, если тебе нужен секс от отношений, ты просто, можно сказать, в буквальном смысле, ты реально общаешься на тему секса. Просто вот ты, допустим, гуляешь по парку, познакомишься с девушкой, поговорил, и переходишь просто на тему секса общаться. И всё. Это всё очень просто на самом деле. Кажется, боже мой, да я там ханжа и всё такое, не смогу это сделать. Нет, это работает. Поверьте мне, люди абсолютно разные бывают. И поверьте мне, людей, которые просто хотят трахаться, вот столько. Нет, вот столько. Ну, короче, рука слишком короткая, извините. Вот. И ты просто общаешься, ты продумываешь стратегию, ты хочешь получить этот. В блокнотике у тебя написано, например, ты хочешь секса. И ты общаешься в том ключе, ты задаёшь такие вопросы или общаешься на такие темы интимные, что это всё приводит типа к сексу. Всё просто. Дальше. Если ты хочешь серьёзных отношений, соответственно, тебе нужно понять, ты в блокнотике своём пишешь, что такие-то, такие-то там критерии серьёзных отношений, да, у тебя. И после этого, ну, ты точно так же знакомишься с человеком, общаешься с ним на какие-то нейтральные темы, и потом начинаешь его спрашивать всё то же самое, всё касательно серьёзных отношений. А какие у тебя самые длительные отношения были? А чего расстались? А чего хочешь найти? Там, не знаю, какая цель в жизни? А вот какие отношения тебе нравятся? Там, как ты представляешь себе своего партнёра? Живёте ли вы вместе? Там, т.д. Ну, то есть, общаемся на все те же самые темы про серьёзные отношения. Ну, чисто, чисто фрейлинг. Чисто работа с зеркалом, понимаешь? Мы даём одно и получаем то же самое взамен. Всё. Всё просто. Дальше. По поводу брака. Самая финалочка. По поводу брака точно так же. Общаемся на какие-то темы и переходим. Ну, сначала лучше всего общаться на нейтральные такие обобщённые темы. И буквально через пять минут можно переходить на тематику брака. То есть, ну, точно так же. Такие наводящие вопросы в области брака. Спрашиваешь, типа, о, во-во-во, вон, смотри, какой ребёнок бежит. Вот. Тебе нравятся, кстати, детки, да? Вот такие всякие вопросы, да? Такие начинаешь задавать. Что-то, вот, хотел бы создать семью. А вот прошлые отношения были, а вот что, семью не завели. Или всякие такие. Ну, не обязательно быть настырным. Ну. Короче, блин, я прям это. Мастер пикап, ёпт. Точно, точно. Знаешь, это не то, что пикап. Пикап обычно там же все это для траха знакомятся. А я, короче, пикап в области брак-сочетаний, короче. Демография там, вау. Наверх. Вот. Поэтому. Сейчас, на самом деле, тема отношений такая прикольная. Там же весна на улице. Что, не весна, да, уже? Ладно, фиг с ним. Уже практически конец лета, да? Трансерфинг, вот, в плане поиска девушки. Работает довольно-таки неплохо. Но с серьезными отношениями, я опять же говорю, это все превращается в полный фарш. Почему? Потому что у нас цели ложные. Просто ложные цели. А если мы идем по ложным целям, вот, касаемо брака, очень много. Касаемо брака и серьезных отношений, у людей просто фарш в башке. Просто фарш. И поэтому, когда человек руководствуется навязанными целями, не своими, то ничего не получается. Вот у меня точно так же особо ничего не получалось в плане серьезных отношений. Хотя я серфил это, понаступал на грабли. Вот, потом, возможно, как-нибудь отдельно про это расскажу. И вот, что еще хотел спросить. Короче, я тут придумал, блин, просто по теме трансерфинга я реально какой-то, блин, уже гуру нафиг стал. Уже реально так досконально этот вопрос изучил. Интересно ли бы была такая тема, вот тебя спрошу, если бы я стримы вел. Короче, потому что многие мне пишут в личку, что-то там спрашивают по этой теме. Бывает, ну, капец, как сложно ответить. Я не даю частной консультации, по крайней мере, пока. Вот, что было бы, если бы были какие-нибудь тематические стримы, например, по трансерфингу, где я бы, возможно, делился с вами чем-то. Или вы бы меня что-то спрашивали. Как тебе такая вообще фича? Давай, пиши, а я пошел записывать новые видосики. Пока-пока.